В сети появилась информация о том, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и её советник Франа Квечорко должны были прилететь в Минск 2 мая. Информацию даже подтвердили в штабе Тихановской, но прилёта так и не состоялась. Команда Тихановской проводит большой объём работы для достижения поставленных целей. И не вся деятельность может быть публичной, заявили в пресс-службе оппозиционерки. При этом последние официальные новости пресс-службы лидера белорусской оппозиции свидетельствуют о том, что она летит в Словению. Планировалось, что она встретится там с министром иностранных дел Анжелой Гаром, премьер-министром Янезом Янша, министром обороны Матей Тониным и членами парламента. Основная цель визита – организация переговоров с властями Беларуси, публикация всеобъемлющего плана ЕС для Беларуси и политики ЕС в отношении Беларуси. Ведь председательство Словении в ЕС начинается 1 июля. Первое, что нужно сделать, по словам Франа Квечорки, это установить предмет переговоров. Для выхода из кризиса штаб оппозиции предлагает следующее. Реформировать политическую систему Беларуси, вернуть в страну закон и соблюдение прав человека. Разработать принципы и механизмы национального диалога и примирения, включая освобождение политических заключенных, провести новые справедливые и свободные выборы. Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала о целях международных визитов и о разнице между поездками лидера белорусских протестов и международными контактами официального МИД Беларуси. Но вопрос о купленных билетах в Минск остался без ответа. В Австрии Светлана Тихановская встретилась с первыми лицами страны – президентом, канцлером и министром иностранных дел. На всех встречах поднималась тема Беларуси. «Все, что касается политзаключенных, репрессий, уничтожения СМИ», – сказала Анна Красулина. Пресс-секретарь Светлана Тихановская считает эти визиты важными, поскольку они не позволяют отодвинуть на второй план белорусскую повестку дня на международном уровне. «Чтобы тема белорусского кризиса не исчезла, и мы создали в Европе коалицию сил из тех, кто хочет решить нашу проблему. Поэтому Светлана Тихановская посещает эти страны», – поясняет она. В отличие от Светланы Тихановской, представители официального белорусского внешнеполитического ведомства встречаются по старым, давно запланированным планам. Например, возврат кредитов, рассказывает Анна Красулина. «Сам факт визита Тихановской в Австрию является заявлением о том, что Австрия на стороне белорусского народа», – сказала она. По словам пресс-секретаря лидера белорусской оппозиции, симпатии европейцев на стороне белорусского народа. По ее словам, у всех политических оппонентов в Европе нет разногласий по белорусскому вопросу. Светлана Тихановская встречается в парламентах разных стран, вне зависимости от их политических убеждений.